Как вы себя чувствуете здесь? Ну, уютно очень. Тут такие полевые условия, в чем-то спартанские, очень много аппаратуры. Явно сегодня будет очень сложно структурированное событие, потому что много будет переключений. И вообще это интересный формат, потому что, ну вообще в моей жизни такие форматы случались, когда в концерте, например, тебе нужно сначала большой ансамбль рассадить, потом приходит певица с электроникой, потом то, потом все. И это всегда отдельный процесс, как это все происходит, вот эти коммутации. И мне даже было бы интересно понаблюдать, что на бэкстедже сегодня будет твориться. Ну, а по сути, это вот стиль сегодняшнего проекта. Его структура такая вот сложно сочиненная, вот так он сегодня и произойдет. Солянка, в принципе, ведь идеальный дом для новой музыки, вот экспериментальной музыки. Так ведь? Ну, начинает, это слышится. Солянке уже не так много времени пока еще. Но вот те принципиальные события, которые произошли, я летом поучаствовал в Академии МАСМА ансамбля. Был вот один из тьютеров по импровизации. Мы здесь вот, собственно, располагались. Тут были лекции, уже прошли какие-то практикумы. Вот было очень здесь уютно, как-то это пространство принимает без каких-то нареканий. Я по своему собственному журналистскому опыту знаю, что, конечно, с одной стороны, новой музыки не так уж и плохо сейчас живется. Но если смотреть на процесс, ну, как бы изнутри среды, с другой стороны, конечно, для новой музыки, во-первых, не так много пространств, где ее могут исполнять. И все-таки она, ну, мне кажется, несправедливо не доходит до более широкой аудитории. Понятно, что она сложная, хотя не вся, это тоже отдельная история. Вот на ваш взгляд, вот все-таки, что мы должны все вместе коллективно делать, чтобы эту музыку продвигать? У новой музыки, скажу очень просто, нету дома. Потому что новая музыка, ну, вот та замечательная инициатива, которая была, например, в электротеатре, да, в течение пяти лет. Нет, большое спасибо электротеатру, но, по сути, это же театр, это все-таки не прямая обязанность театра заниматься новейшей музыкой, хотя он это делает. Или галереи, то есть, опять же, галерея замечательно включает в свою программу визуальную какие-то еще музыкальные события и очень прогрессивные, но это не спецификация галереи. Надо это понимать, поэтому просто вот тут проблема, как бы очевидно, у новой музыки нету, как бы какой-то генеральной линии, да, вот там, не знаю, продюсирования, которое бы ей занималось. Ну, наверное, это и там те существующие залы, да, как-то не осознают вот этого перехода, уже давно случившись. То есть, если в начале двухтысячных это еще было так, что, как бы, вот оно есть или нет, вот непонятно, мерцает явление. Вот какие-то там композиторы вроде появились, а может быть и нет, может быть, мы еще ориентируемся на вот все эти старые, старую гвардию, да, поколения. Ну, а сейчас же это уже очевидно, произошел еще в десятые годы переход, а вот как-то система, она и не спешит подстраиваться. Ну, окей, и ничего. Вы знаете, я как-то на радио делал программу, изучал просто очень простой вопрос про смену поколений композиторов новой музыки. Это страшно интересно было, и когда, ну, в частности, мы опрашивали Кирилла Широку, который здесь сегодня тоже будет, он говорил, что Митя Курлянский – это уже, ну, такой-то учитель, это взрослое поколение, это было весьма забавно, хотя для многих, ну, и Митя тоже весьма молод и прекрасен. А вы можете навскидку сказать, какие оркестры, какие, ну, там, я не знаю, там, музыкальные группировки, потому что все немножко сложнее устроено, реально исполняют новую музыку, реально берут в свой, ну, репертуар, да, ну, произведения современных композиторов. Я пытаюсь просто всем объяснить, насколько этого всего мало при всей любви. Да, тут, знаете, если посмотреть вот таким широким, ну, может быть, взглядом человека, который не очень глубоко погружен вот в эту всю область, то кажется, что что-то есть. То есть, как бы, вот, ты видишь, что филармония Юровский делает большой фестиваль и действительно приглашает молодых композиторов в сотрудничество, объявляет конкурсы, в консерватории проводятся конкурсы. То есть, вот, на первый взгляд, все, ну, не то, что прям вот очень много, но, как вы, собственно, и сказали, вроде оптимистично. Ну, надо в среде быть. Ну, нет, не только. Вот, если ты, например, лелеешь надежду сделать какой-то свой проект, и этот проект странен для академического состава. То есть, ну, вот, условно говоря, было интервью Юровску, я его очень хорошо запомнил, когда он сказал, что, ну, вот, композиторы пишут для утюга и пылесоса, кажется, или для габоя и пылесоса, не помню, но пылесос там точно участвовал в этом сравнении. Но, да, это важно, и они это делают сознательно, да, то есть, это не какая-то такая блажь, да, что вот хочется чего-то необычненького. Это важный процесс, и мне кажется, что задача куратора или задача, ну, там, не знаю, филармонии, институции. Я просто сам вот на чуть-чуть побывал в роли куратора, когда организовал буквально пару концертов, и вот пригласил композитора написать музыку, и я понял, что все, что я могу сделать, это, по сути, только не мешать создать ему идеальные условия, то, что ему нужно, вот он хочет вот это. Я могу это сделать в рамках проекта? Если могу, супер, да. И вот эта вот, как бы, часть, она развита очень слабо, потому что чаще всего тебя приглашают на какое-то определенное условие, ну, ждут чего-то, да. Так что, в принципе, не так уж это оптимистично, да, то есть, как бы, вот, когда ты можешь действительно сделать свой проект, не отказывая, не идя на компромисс, не отказывая себе в каких-то важных для тебя вещах, это большая редкость. В основном у меня эти проекты были за рубежом. В Москве я не припомню, чтобы я делал какой-то новый проект, и при этом вот у меня была бы действительно такая вот ситуация, там, резиденция, да, условно говоря, как это могло быть. По-моему, композитор Ранев, когда, ну, в одном из интервью, сказал, что, ну, отношение, например, немецких жителей, да, к этой ко всей мозгодробильной музыке, извиняюсь, что я так говорю, но, как бы, слово. Ну, да, пожалуйста, оно, это хорошее слово. Да, вот, и они сказали, что мы готовы платить налоги, и, собственно, мы это и делаем, мы оплачиваем создание этой музыки, потому что нам очень важно выходить за пределы обыденности вот этого бюргерства и всего прочего, да, то есть наличие таких сложных историй, ну, как и не только музыки, на самом деле, и других форматов во искусстве, и в театре, это немножко повышает, это нас немножко развивает. Владимир, спасибо вам огромное. Не знаю, творите, я, и вообще мы все мечтаем, чтобы новой музыки было все больше и больше. Спасибо, да, продолжаем просмотр. Редактор.